Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Из первых рук» и я ее ведущий Антон Пережогин. Сегодня у нас в студии судья специализированного межрайонного экономического суда Тюбинской области Мария Куанышевна Шарипова. Здравствуйте, Мария Куанышевна. Итак, поговорим мы сегодня о внесении изменений, дополнений в некоторые законодательные акты, которые были произведены в этом году, в частности, по вопросам госзакупок, закупов субъектов квази-государственного сектора, также по вопросам усиления защиты прав собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и так далее. Начнем с того, что, наверное, в общем, расскажите, когда и какие изменения были внесены в законодательство. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Во-первых, сегодня хотелось бы остановиться именно внественных изменений в законодательство государственных закупов. Данный закон, всем известно, что он был принят 26 декабря, вступил в силу с 1 января текущего года. То есть данный закон направлен на совершенствование государственных закупов. Если ранее законом о государственных закупах, по разъяснению о принятых изменениях и дополнениях закладательствах, экономическим судом с начала текущего года проводится ряд мероприятий по разъяснению данных изменений. А именно проводятся круглые столы, семинары. И одним из разъяснительных работ является выступление на телевидении. Данный закон, если говорить о внесенных изменениях, если ранее к закону государственных закупок предусматривал обязанность заказчика обратиться в суд с иском о признании поставщика недобросовестного участника государственных закупок, то настоящим законом установлено право не обращаться с настоящим иском в суд заказчиком о признании поставщика недобросовестного участника государственных закупок в случае, если имеются три условия. А именно, если поставщиком будет оплачена добровольная неустойка, то есть штраф пеня, обязательства по договору будут выполнены поставщиком в полном объеме. Третье условие – это если заказчику не будет причинен ущерб, отсутствие ущерба заказчику. Эти три основания, наличие этих трех оснований освобождает заказчиков от обращения в суд с настоящим иском. Продолжим наш эфир. Итак, продолжим рассказывать о гуманизации уголовного законодательства в связи с изменениями в законных актах Казахстана. Прежде чем я бы еще вот по вот этим изменениям по государственным закупкам, хотела бы обратить внимание на то, что этим законом также были внесены изменения в налоговый кодекс, который освобождает исцов заказчика от оплаты государственной пошли при обращении с иском о признании поставщика недобросовеста участника государственной закупки. То есть на сегодняшний день, хотя и внесены эти изменения, поступают до сих пор иски, когда заказчики оплачивают госпошли. Поэтому хотелось бы это тоже довести, дать зрителей, что нет необходимости. Касательно закона, который был подписан главой государства 21 января 2019 года о внесении изменений и дополнения в некоторый законодательный акт об усилении защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного производства, данным законом были внесены поправки в 42 законодательных актов, в том числе это один из кодексов. Сегодня я бы хотела остановиться именно на тех изменениях, которые были внесены в гражданское законодательство по передаче некоторых категорий дел нотариусам. То есть из 18 категорий приказного производства 9 переданы нотариусам. С 3 февраля текущего года всем известно, что нотариусы совершают исполнительную надпись по 9 бесспорным требованиям, то есть лицо по указанным требованиям не должно уйти в суд, а к нотариусу с наименьшими материальными и моральными издержками. А если все-таки лицо обратилось в суд с иском о взыскании долга, какие последствия? Судом будет вообще рассматриваться заявление, принято по нему решение? Ну, если же все-таки лицо, не обращаясь к нотариусу, обратится в суд за вынесением судебного приказа, то суд данное заявление возвращает на основание подпункта 1, части 1 статьи 152 Гражданского процессуального кодекса, то есть в связи с несоблюдением несудебного порядка. То есть лицо сначала должно обратиться к нотариусу, то есть это обязательная процедура. Но возврат этого заявления не препятствует лицу заново обратиться с иском по тем же основаниям, о том же предмете и к тому же лицу. В чем преимущество обращения к нотариусу, а не в суд? Ну, это, во-первых, наверное, материальные затраты. То есть если лицо обратится к нотариусу за условиями, указано правового характера, оно должно оплатить 1% отзыскиваемой суммы госпошлину. То есть это не более 100 месячных расчетных показателей должна быть оплата. А если же лицо обратится в суд, тогда здесь идут расходы 1,5% отзыскиваемой суммы при вынесении судебного приказа. То есть это материальный затрат, разница имеется в этом. Более того, здесь, если заявитель обратится к нотариусу, то данное заявление нотариуса рассматривает в тот же день, день его обращения. А если же лицо обратится в суд, то, соответственно, здесь гражданско-процессионным кодексом предусмотрены сроки. То есть суд выносит судебный приказ в течение трех дней. При этом суд может и отказать от принятия данного заявления. Поэтому, наверное, конечно, лучше обратиться к нотариусу за исполнительной надписью. Нотариус может отказать в оказании подобной услуги или нет? И если нотариус откажет в исполнительной надписи, то куда должен обратиться заявитель? Ну, при обращении, конечно, заявителя к нотариусу, нотариус согласно закону нотариати, праве, и отказать в очень исполнительной надписи, тогда заявитель может обратиться, обжаловать отказ, да? Либо обратиться в суд в исковом порядке. При этом, естественно, должен предстоит доказательство того, что это требование является спорным, то есть не относится к категории бесспорных, и то, что ответчик не признает данные требования. Если нотариус уже выполнит исполнительную надпись, то какие дальнейшие действия заявителя? Если же нотариус по учению исполнительной надписи, нотариус, не позднее следующего рабочего дня, направляется к должнику. При этом должник в течение 10 рабочих дней вправе представить возражение, то есть в случае несогласия заявления требования, он направляет нотариусу возражение. Нотариус, вправе, значит, может, то есть отменить эту исполнительную надпись, либо отказать. Если же в данном случае будет отменена исполнительная надпись, то, естественно, как уже я сказала выше, может обратиться в суд в исковом порядке, при этом предстоит доказательство того, что данное требование является спорным. Кроме этого, много говорится о пилотных проектах, которые, так сказать, уже запущены в судах и так далее. Вот в экономическом суде какие пилотные проекты запущены для того, чтобы упростить, ускорить работу судов и так далее? Всем известно, что уже мы с прошлого года в Верховном суде запущен ряд пилотных проектов. В том числе на базе экономического суда реализуется с прошлого года пилотный проект «Примирительные процедуры в суде» и «Смартсуд». То есть, если говорить о пилотном проекте, который, о примирительной процедуре в суде, здесь, значит, распоряжением представителя суда назначается судья-примиритель, который с момента поступления иска в суд в течение пяти рабочих дней проводит работу по примирению сторон. То есть, он вызывает стороны, проводит беседу, находит общее для обеих сторон решение положительное. И при этом, если стороны придут к какому-то соглашению, то выносится определение, которое утверждается судом. Вот по поводу «Смартсуд»? Смартсуд, смартсуд это тоже. То есть, если лицо, допустим, не может участвовать по каким-либо причинам в суде наседания, это лицо путем, значит, посредством мобильного приложения TrueConf, может участвовать в суде наседании, значит... По видеосвязи, получается, да? В отдаленной местности, если находится. При этом, конечно, и материальные тоже затраты наименьшие для сторон. Придет время, наверное, когда в судах вообще не останется живых людей, да, будет одни только мониторы и так далее. В принципе, прогресс идет, и идет в ногу со временем для нашего удобства, для более прозрачной работы судов и более быстрой. Спасибо вам большое. Хотелось бы напомнить, что в нашем эфире была судья специализированного межрайонного экономического суда Октябрьской области Мария Шарипова. Спасибо. Спасибо. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok